Мы давно уже ждали заказчика на темный интерьер. Пришлось снова все шкурить. Перекрашивали стены где-то около трех раз. В эту нишу было очень сложно вставить всю эту технику, всю эту мебель. Привет, друзья! Сегодня две очаровательные Маши презентуют свой московский очаровательный проект в ЖК «Царская площадь». Девчонки щедро поделятся интересными решениями и лайфхаками, поэтому лайк поставить вы можете уже сейчас. Приятного просмотра! Девчонки, привет! Привет! Маша и Маша! Мы сегодня на вашем реализованном проекте. На проекте уже живет заказчик некоторое время, да? Да, уже год. Уже год. Расскажите общую информацию про проект, для кого она, сколько здесь квадратных метров, какие перед вами стояли задачи. В квартире 36 квадратных метров вместе с балконом. Перед нами стояла задача сделать такой классный стильный интерьер для холостяка в темных тонах. Наш заказчик, он сразу прислал нам референсы всяких темных квартир. И вот мы вдохновились, таким образом немножко добавили своего стрижка, немножко классики и современной мебели. Мы давно уже ждали заказчика на темный интерьер, поэтому были даже счастливы получить такой заказ. Расскажи про перепланировку в этой квартире. Заказчику предложили несколько вариантов планировочных решений, и он выбрал самую такую неординарную, дизайнерскую. Здесь нету как таковой кухни в стандартном представлении, у нас только остров и дополнительные кухонные колонны. Напротив острова у нас располагается кровать за кухонной колоннами, небольшой гардероб, далее большой холл и санузел. В целом понятная, функциональная, очень удобная для одного человека планировка. Ну, для одного – да. Давай смотреть нашпигованный электроникой остров. Да, давай. Когда мы разрабатывали, размер этого острова был обусловлен столешницей. Она у нас из керамики широкоформатной. Это полностью один лист. Все внутренности этого острова подбивали под размер этой керамики. Сразу хочется спросить о практичности использования такого покрытия на кухне. Это на самом деле самое практичное покрытие. Вот за все время здесь вообще ни одной царапины. Заказчик, он сам говорил, что очень классное покрытие, поэтому мы это взяли себе на вооружение и будем использовать дальше. Потому что, конечно, какой-то искусственный камень, да, там все сразу же в царапинах моментально. А он готовит? Много? Нет, он немного готовит. Я думаю, там все ограничивается завтраками. Но вот у нас есть такая классная пельта с встроенной вытяжкой. Элика, Пашина любимая элика. Да, мы очень часто такие ставим вытяжки. Она очень хорошо засасывает все жиры и вот эти все пары. Эстетика тоже и функционально, все вместе. Но у нас тут были моменты, то, что вытяжку можно подключить либо через угольный фильтр, либо вентиляцию. В нашем случае, так как у нас остров, мы подключали ее через угольный фильтр. У нас есть специальная перфорация в цоколе, через которую выходит уже очищенный воздух. Все ящики у нас оборудованы серво-драйвами. Здесь у нас ящик для приборов. А здесь для посуды, тарелочек и чашек. Рядом у нас посудомойка. Здесь удобно, полностью можно ее открыть и положить все, что нужно в ящики. Тут даже и остается место. Необычная мойка у вас здесь, да? Да, у нас только дно мойки из нержавейки и вокруг оно все облицовано керамикой. Этот смеситель, он очень акцентный. Тут использована латунь, она перекликается со светильниками в спальне и тоже дополняет. Решили его поставить на остров. У нас здесь такая тоже эстетичная чистота, и он такой во голове получается. Плюс этот кран кантов, он довольно функциональный. Тут у него есть специальный излив для фильтрованной воды и для обычной. Еще вот так вот можно удобно, функционально использовать. Под мойкой у нас, соответственно, мусорное ведро и какая-то химия. Здесь у нас есть такая полочка выдвижная, и под ней находится насос. Все спрашивают, как мы реализовали этот остров. Мы здесь поставили насос. Никому он не мешает, все отлично, никакой он не шумный. Очень тихие. Ребят, сегодня у нас эксперимент и два подопечных. Ламинат и кварцевый паркет. И мы с вами в прямом эфире проверим их на прочность. А поможет нам Маша. Кварцевый паркет водостойкий и пожаробезопасный, в отличие от ламината. Оба материала просты в уборке, но шанс долгой жизни явно выше у кварц паркета. Ударопрочность ламината явно преувеличена. Еще кварц паркет совместим с теплым полом и легко укладывается. Единым полотном. На площади до 150 квадратных метров. А еще преимущество натурального дерева и камня в особой многослойной структуре. Мам, мне нужен такой пол в мою комнату. Хорошо, Маша. Спасибо. Ссылка на кварцевый паркет в описании. Здесь у нас ничего не открывается, это боковина. А здесь у нас встроенная стиральная машина. Тут тоже на самом деле предусмотрен серводрайв, но что-то пошло не так, поэтому мы будем вызывать мастера и решать этот вопрос. И дверка тут съехала. Ну, в общем, серводрайвы тут вопросики. Давай обсудим эту часть острова. Так как заказчик много путешествует, привозит к себе разное вино в коллекцию. И мы продумали вот такие красивые полочки для вина. И здесь мы сделали дополнительное хранение, оно открывается вот так вот. Уже без электроники. Ну, и здесь, собственно, секция, на которой происходит прием пищи. Да, с гостями можно посидеть, мы тут три стульчика поставили. Были сложности в том, что вот эта вот часть у нас без ножки, она свисает очень сильно. И тоже вот эту конструкцию наши подрядчики продумывали специальным образом. Из-за того, что там металлический каркас, получилась вот такая толщина. Немаленькая, хотя мы хотели более эстетичную тонкую. Но мне тоже кажется, что это все очень красиво и эстетично смотрится. Что за полубарные стулья вы использовали? Это российский бренд, Unicomoblar называется. Тоже кажется, что здесь такой немножко отсыл к каким-то 50-м, 60-м годам. Они какие-то такими вещами вдохновляются. И мы специально просили их сделать полубарными, чтобы была комфортная посадка за остром. И заказчик здесь сидит за компьютером. И, соответственно, там есть розеточки с той стороны, аккуратно спрятанные под столешницу. Маша, где здесь спрятан холодильник? Вот в этой секции у нас холодильник. Открывается просто нажатием. Нету ручек тоже. Все очень красиво, аккуратно. А это секция у нас хранения. Тут у нас тоже очень классный ящик. Опять же, на серво-драйвере для того, чтобы спрятать здесь чайник и чайные принадлежности. Тут тоже есть дополнительные полочки. И, соответственно, этот ящик у нас точно такая же система открывания. И верхние секции у нас просто теплом открываются. Духовой шкаф? Да, духовка с функцией СВЧ. Сразу хочется задать вопрос, не низковато ли? Ну, возможно, можно было сделать повыше, но так как заказчик, опять же, немного готовит. Пусть стоит, где стоит. Он не жаловался. И заканчивается вся эта композиция открытыми полочками для хранения книг, например. И здесь есть подсветка, которая работает на датчик движения. Маша, давай посмотрим разные сценарии освещения здесь? Давай, да. У нас здесь используют несколько сценариев освещения. Подсветка острова. Использовали подвес. Далее у нас есть трековое освещение Infinity Центр Свет. И подсветка такая вечерняя, когда уже хочется расслабиться, релакса. Такого немножко тепло-оранжевого цвета. Она тоже Центр Свет. Вообще, нам очень нравится их освещение и сервис. Также у них появилась очень классная система, которая распыляет приятные запахи. Специальный диффузор, который вставляется прямо в трек. И любую жидкость можно туда заливать. Мне кажется, очень функционально и классная штука. Да, прикольное решение. Маш, мы сейчас в уютной секции под названием «Спальня». Здесь очень хочется начать разговор с цвета стен. Может быть, ты вкратце расскажешь о применении темной краски для стен в интерьерах. Да, с черной краской у нас, конечно, было много нюансов. И в итоге здесь перекрашивали стены где-то около трех раз. Около шести слоев нанесли. И постоянно были какие-то недочеты. Стены покрывали из краскопульта. И потом проходились валиком, чтобы была какая-то шероховатость. В итоге, когда уже казалось, что все идеально, прокрашено, все стены ровные, краска легла так, как надо. Смонтировали подсветку по периметру на потолке. И выявились новые какие-то недочеты, нюансы. И пришлось снова все шкурить и заново перекрывать. И все вот эти вот этапы проходить сначала. Кажется, что слой краски имеет незначительную толщину. Но по факту, когда их уже наслаивается столько много, у нас даже были проблемы в эту нишу. Потом уже было очень сложно вставить всю эту технику, все эти колонны, всю эту мебель. Поэтому надо использовать лампу Лосева, которая сразу выявляет все дефекты на стене. Как-то не слишком серьезно строители сначала отнеслись к этому цвету. И, собственно, подсветка сыграла роль на этой лампе. Просто надо с самого начала ее использовать. Будет все хорошо. Маш, пару слов давай скажем про потолок. Он здесь тоже покрашен той же самой краской? Да, мы любим такой эффект. Это создает больше камерности помещения. Потолок со стенами не начинает конфликтовать. И все это выглядит единым целым. Скажи, пожалуйста, про использование молдингов. Это ваше типовое решение? Да, мы очень любим такое решение. Классическую основу использовать в интерьерах и уже наполнять его современной мебелью. Это смотрится очень свежо, лаконично. И такой интерьер будет всегда актуальный долгие-долгие годы. Мы всегда используем лепнину из натурального гипса. Прошел уже год, здесь живет заказчик все это время. И ни одной трещины не появилось. Все в таком же первозданном виде. Мы не любим использовать какие-то ненатуральные материалы в плане того, что там буквально через месяца-три можно уже заметить наличие и трещин, и стыков. Здесь, так как это гипс, и монтируется он, собственно, тоже на гипс, и все стыки затираются гипсом, и это становится такая летая основа, которая со временем уже не потрескается, и не видно будет никаких стыков. Давай про кровать. Бросается сразу в глаза симметрия прикроватной композиции. Расскажи. Мы любим такой эффект, когда создается некая такая симметрия, это добавляет динамики интерьеру и, опять же, его осовременивает. Мы использовали с одной стороны тумбочку, чтобы было место для хранения, а с другой стороны просто столик прикроватный. И освещение мы тоже сделали разным. С этой стороны у нас подвесы из центра света. Они в таком латунном финише сочетаются со смесителем, который стоит на острове. А с этой стороны мы поставили настольную лампу, и она меняет интенсивность освещения, если к ней прикоснуться. Кровать здесь мы поставили небольшую. Спальное место шириной всего 160 сантиметров. Мы всегда стараемся соблюдать эргономику. Проходы минимум по 70 сантиметров с каждой стороны. Кровать выполнена у нас из натуральных материалов. То есть здесь у нас натуральная кожа, рогожка. Маша, есть тебе что сказать здесь про радиаторы? Они красивые, собственно, поэтому наш выбор и пал именно на эти радиаторы. Но, к сожалению, подрядчик нас подвел очень сильно. Срок нам обещали один. Очень долгая была переписка, переговоры. Мы стали подбирать уже другие варианты у своих уже поставщиков надежных, с которыми мы всегда работаем. И наш заказчик, он нам здесь очень помог. Я не знаю, о чем они говорили по телефону. Но радиаторы были на следующий день, да, у вас? Да, да, да. Именно так все и произошло. Сразу про оконный проем. Использовали прозрачные шторы. Да, это натуральный лен. Но единственный недостаток конкретно этих штор, от них летит, собственно, этот лен и разлетается по всей квартире. Но со временем этот эффект проходит. Они уже отвеселись. И вот через год мы наблюдаем, что здесь уже так более спокойно в этом плане. Пойдем смотреть гардеробную. Пойдем. Вы отсоединили спальню от гардероба перегородкой стеклянной. Это речная перегородка от Юнион. Почему она не глухая, полностью не стеклянная? Как вы пришли к этому решению? Ну, чтобы попадал солнечный свет в гардероб в том числе. Мы также хотели и так немного отгородить достаточно интимную зону. Вот прихожая и гардеробная. Эта речная перегородка идеально перекликается с нашими жалюзи, которыми мы оформили оконные проемы. И жалюзи у нас полностью деревянные. Давай поговорим про гардероб, про его особенности, функционал и красивый внешний вид. Да, давай. На самом деле с этим шкафом было очень много заморочек. Три подрядчика нам отказали в изготовлении такого шкафа. Подрядчики не давали гарантию на такую высоту профиля и стекла, вставленного в нем. Здесь еще очень большая была проблема с вот этой дверцей средней. Шкаф у нас полностью единый. Тут нет перегородок никаких вертикальных. Был очень большой вопрос, как закрепить петли. В итоге вот этот шкаф красивый, надежный и функциональный у нас стоит. Петли мы выбрали скрытые. Они расположены в нижнем горизонте и в верхнем шкафе. И все чудесно открывается. Ничего не провисает. Никто никуда не упал. Также у нас здесь полки, тоже стеклянные и тоже не имеют никаких перегородок. Это тоже литой профиль от начала и до конца и стекло. Ящики выдвижные с хранением. Это шпон дуба тонированный. Так же, как и все черное дерево, которое у нас использовано в интерьере. Давай поговорим про зеркала, которые у нас с двух сторон вот этой колонны. Да, мы решили создать такой эффект, облицевав этот кубик зеркалом, чтобы при входе в квартиру у тебя не складывалось ощущение, что ты попал куда-то в стену. Некая такая игра. Мне кажется, что эта колонна будто растворяется в интерьере. И для этого нам, опять же, было очень важно использовать зеркала во всю длину и высоту, ширину именно этих простенков. Наши подрядчики с этим справились, все прекрасно. Здесь вот под 45 делали запил, также сделали выпилы для выключателей. Веселые истории начались на момент поставки зеркала. Да, справилась с этой задачей не первая наша бригада, с которой мы сотрудничаем по подъему габаритных изделий. Вообще их несли по лестнице вручную, поднимали между перил зеркала, которое самое большое здесь. Оно, собственно, развалилось, можно так сказать, еще на первом этаже. Потом мы, соответственно, изготовили его снова. И уже другие наши подрядчики подняли это зеркало, и вот оно стоит. То есть со второй попытки удалось? Да. Маш, я тебе хотела еще спросить про напольное покрытие, которое вы здесь использовали. Мы использовали здесь натуральный тонированный дуб. В раскладке французская елочка. По цвету, как выяснилось, с темным полом еще сложнее, чем со светлым. У нас еще и камерное такое помещение, да, достаточно темное. И здесь очень сильно искажались оттенки. То есть в магазине мы смотрим, это черный или коричневый пол. Сюда мы его приносим. Он у нас либо оранжевый, либо красный, но только не то, что нам нужно. В итоге мы взяли уже синий. Он в магазине прям был очень сильный оттенок синего. И он вписался просто идеально. Это то, что мы искали. Продолжением гардеробной у нас служит этот шкаф. В этой секции мы расположили верхнюю одежду и обувь. Здесь у нас предметы уборки. Здесь полочки для белья и плотинец. Также там подсветка предусмотрена в этих шкафах, чтобы все было на виду. Маша, а что за розетки и выключатели вы использовали на проекте? Мы использовали выключатели и розетки Berker R1 серию. Мы их очень любим. Они достаточно лаконичные и хорошо вписались в этот интерьер. Маша, вот мы в санузле. Он такой же темный, как и вся квартира. Расскажи, что там интересного. Я вижу, что потолок решен точно так же, как на кухне. Да, он также черный под цвет стен. И здесь тоже сделана оранжевая подсветка. Тут тоже центр свет. Расскажи про матовый керамогранит темный на полу, на стенах. Это один и тот же. Да, это один и тот же керамогранит. Он подобран под цвет с этими маленькими блиточками. Это 41042. Тоже интересный бренд. Он у нас немножко такой с голубым оттенком. И тут тоже есть такой оттенок. Стены покрашены тоже в черный. Но здесь использована специальная краска для влажных помещений. Поэтому тут никаких проблем нет. Мы здесь предложили сервис в сантехнику. Это тоже было обусловлено тем, что мы хотели использовать бетонную раковину. Эта раковина изготовлена по нашим эскизам. Она полностью из бетона. Весит она где-то килограмм пятьдесят. За зеркалом. Есть такое специальное окошко для вывода воды и канализации. Хочется спросить, где здесь основные системы хранения? Мы здесь боролись вообще за каждый просто сантиметр. Это встроенный шкаф. Очень сложная конструкция. Тоже сделанная по нашим эскизам. Там, естественно, у нас проходят какие-то трубы, канализация. И мы даже неполноценную стену там не делали. Чтобы у нас тут не уменьшалась пространство шкафа. Все эти полочки у нас функциональные. Также здесь предусмотрено у нас хранение за зеркалом. Это тоже такое наше решение, которое сложно разрабатывалось, потому что зеркало без единого шва. Здесь у нас есть еще, кстати, функциональная подсветочка этой зоны. И здесь розетка для зарядки щетки, ирригатора, может быть, бритвы электронной. И тоже это все вот так аккуратненько спрятано за зеркалом и не видно. Вот эти шкафы у нас тоже открываются. И мы не очень любим, когда видно туалетную бумагу, ершик. Мы стараемся всегда предусмотреть какое-то хранение для них. Этот шкафчик как раз предусмотрен для этих вещей. Очень удобно. Вот эта часть отделяется от душа перегородкой рифленой. Тут душ, он где-то метр семьдесят на самом деле. Мы стараемся не делать маленькие души. Вот опять же для комфорта заказчиков. Тут дополнили мы душ функциональными полочками от компании Теза. Нам они очень нравятся. У них классный сервис, классные качественные предметы. Вот здесь вот мы использовали вертикальную их полочку. Также у них есть горизонтальные. Нам очень нравятся. Они тоже очень эстетично все делают. И еще у них такие классные коробки. Да, и руководитель компании тоже Илья. Очень милый и прикольный парень. С ним очень комфортно работать. И, соответственно, сантехника у нас также, опять же, черная, матовая вся. Это фирма Пафони. Не очень дорогая, итальянская, но довольно качественная. Насколько практичная черная матовая сантехника в использовании? Ну, как вы видите, тут вообще никаких нет проблем. Скажу даже больше. У меня точно такая же сантехника дома. Вообще никаких нареканий. С нее отлично все убирается. И вот этой извести, как ни странно, не остается. Маша, что за полотенцесушитель использован? У нас электрический полотенцесушитель. На кнопочку включается. Мы всегда стараемся электрически использовать. Потому что водяные они не очень надежные. Они все соединены внутри стены между собой. Но здесь мы видим только, как будто бы это отдельные планки. Тоже очень красиво, классное решение. Девчонки, давайте вкратце про вашу студию и про вашу работу. Как давно вы занимаетесь? Давно вы вместе. Мы вместе 8 лет. Расскажите, какая у вас большая ли студия? Нет, студия у нас небольшая. Мы принимаем решения вдвоем с Марией. Мы сами очень любим дизайн. Мы сами разрабатываем собственноручно все проекты. То есть у нас есть на подмоге чертежники, 3D-шники. Но все равно весь концепт – это наша авторство исключительно. Вы берете проекты только в Москве? В основном да. Берем мы мало объектов как раз для того, чтобы все нюансы учесть, за всеми уследить. Можете сказать для зрителей нашего канала, с какой стоимости стартуют ваши услуги? Очень тоже каверсный вопрос, действительно. Наши услуги, вот именно дизайн-проект начинается от 8 тысяч за квадратный метр. Отдельно мы делаем смету еще. Это еще 1000 рублей за квадрат. То есть смета от спецификации немножко отличается тем, что в смете есть услуги. И там уже полностью просчитанный весь бюджет по частовым, материалам, мебели, сантехники, все, что дизайнеры занимаются, кроме черновых. А в спецификации только товары. Хорошо, и последний вопрос. Если бы вы могли дать только один совет зрителям нашего канала, как сэкономить на ремонте нервы, деньги, время и так далее, какой бы он был, помимо того, чтобы нанимать дизайнера? Первое, что на самом деле надо сделать, это действительно обратиться к дизайнеру, но сначала не за дизайн-проектом можно обратиться, а вот есть такая услуга «Подбор недвижимости». Это когда есть люди, у которых несколько вариантов квартир, которые они хотят приобрести, и мы можем им предложить уже какие-то планировочные решения с их какими-то нюансами, пожеланиями. Далеко не каждая квартира, даже с одинаковой площадью, может быть идеальна для конкретного заказчика. От планировки очень многое зависит. Друзья, благодарю вас за просмотр. Пишите в комментариях, как вы относитесь к черным интерьерам. Контакты девчонок и проверенных производителей мы, как всегда, оставляем под видео. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!